еще раз привет друзья с вами снова михаил сегодня вышел все не так солнечно на самом деле погодка так себе вот вышел короче погулять поснимать разных режимах сейчас выйдет друг вынесет не два крема кстати сегодня будет бритье ведь и оброс все не засниму для вас новое бритье друзьям классическое вот он мне два крема вынесет купил куплю него за 1000 рублей там вот соответственно побреемся иначе по режиму друзья сейчас стоит супер white режим широкий экран вот так вот снимает ну качество 4k 50 кадров в секунду цвет настройки все по по умолчанию то есть автоматически на так вот снимает камера значит порыл заказал себе друзья фильтр н.д. фильтр еще н.д. фильтр 16 на солнечную погоду для гопрошки и заказал еще пару аксессуаров но аксессуары это бокс будет для подводной съемки да то есть как бы в принципе он нужен хотя можно в принципе так снимать но подобная съемка друзья все равно опасаюсь потому что gopro 10 мало где куда попадет водичка и как бы тоже такой себе поэтому заказал все-таки отдельно за бортом где-то минус 9 градусов сегодня ветер ветер подавление ветра стоит на автоматическом режиме ну на мой взгляд съемка довольно таки интересно качественно вот смотрю вот маленький экранчик вроде неплохо смотрится вот есть еще один режим сейчас переключусь посмотрим это режим друзья 4k 25 кадров в секунду киношная картинка но правда не особо киношная потому что надо н.д. фильтр заказывать но в таком освещении вроде как должна быть нормально вот мой друг михаил вышел привет как дела как настроение как сам нашел вынес да как же пожалуйста подписчики друзья должны знать что у нас вот вот такой друзья чела крем и два чела крем и вообще класс миша не спасибо тебе большое сейчас эти денежку переведу еще друзья хотел сказать немножко по поводу всяких настроек gopro камеры вот если настраивать ее скажем так более профессионально вот то конечно же конечно нужно обязательно приобретать nd фильтр потому что эта камера все таки предназначена для съемки светлое время суток темное время суток она не не очень хорошо справляется сегодня вот пасмурно на улице вот вот так она снимает но как бы настройки все по умолчанию стоят вот единственно что баланс белого поставил естественный цвет чтобы более натуральная картинка была ну чтобы не переохлаждать так скажем а еще по поводу стабилизации алекс вчера ты говорил стабилизация хорошо работает именно днем то есть она привязана к белому цвету тоже к свету очень сильно затвору к выдержке поэтому вчера были так немножко тряслась из-за того что было темно сейчас же как мы видим стабилизация работает просто на ура вот работает на отлично так сказать в этом проблем нет с этим проблем вообще никаких нет со стабилизацией все супер вот снимаю сейчас на супервью объектив широкий на мой взгляд он захватывает больше пространство и с ним интереснее снимать в какие-то покатушки если хочешь какую-то экспозицию захватить больше больше места до больше каких-то красивых кадров вот что касается широкого экрана и линейного режима их я буду использовать только когда буду делать обзоры на обувь на куртки вот то есть обзор на какие-то вещи там я буду использовать линейный объектив и убирать стабилизацию так как она там принципе не нужна тому что стабилизация на тоже есть батарейку ну немножко конечно все равно кушает вот а если поставить ее максимальный режим то она прям так приличную батарейку ест так что друзья сейчас немного прогуляемся на велосипеде почему не поехал ну во-первых снег навалил очень мягкий вот поеду когда будет солнечно чтобы заснять красивые солнечные кадры для вас а сейчас просто так прогулка небольшая достопримечательность риота покажу вам вот ну заодно потестируем камеру сейчас друзья переключился на широкий объектив вот так снимает просто широкий объектив не супер и у широкий стоит защита от ветра у меня автоматическая соответственно работе микрофоны и камера глушит ветер автоматически с той стороны с которой он направлен ну камеры 5 микрофонов в общем в целом поэтому какие-то из них она глушит какие-то работают дошел до школы у нас три школы в этой школе я когда-то был в лагере в детстве в летнем помню подушками кидались вот там вот на первом этаже весело было сейчас еще дойдем до детского садика кстати покажу вам детский садик которым я когда-то находился но заодно посмотрите так небольшая экскурсия будет у нас по городу небольшая прогулочка так сказать вот друзья это просто широкий объектив сейчас друзья переключился на линейный объектив не на широкий просто линейный вот то есть это просто обычно как просто с камера снимать вот в принципе неплохо тоже но этот вариант мне кажется больше подход для снятия влогов и тому подобного то есть какие-то влоги интервьюшки те же самые обзоры да но есть что-то снимать более движущий то конечно лучше супервью объектив поставить вот кстати детский садик вот в этом детском садике я когда-то бегал тут мелким причем веранда еще сохранились с тех времен с 80-х годов друзья представляете веранды сохранились их даже не меняли на самом деле в этом есть что-то такое тоже ностальгия какая-то именно эти веранды а здесь вход был основной раньше тут ворота были железные сейчас ну тоже такие же делали да вот со звездой тоже когда-то помню детский садик тут младшей группе я был в яслях ну если там дальше были если я вам покажу вот а здесь младшая группа детский садик вот так вот все это дело выглядит ну вот две звезды соответственно звездочки детский садик называется чебурашка адрес советского 16 вот тут вот ну на мой взгляд если хочешь какой-то обзор делать более широкий да то конечно лучше снимать на супервью потому что больше деталей влезает в кадр сейчас я на него и переключу все мне больше нравится вот друзья тут был основной вход детский садик сейчас все так снегом запорошила довольно таки красиво выглядит детский садик чебурашка ну сейчас друзья немножко пройдем покажу вам еще новую новую этот при клинику который построили может кто-то не видел многие уже видели конечно меня на канале но может многие не и не видели вот так приятно прогуляться кстати заряд камеры уже 53 процента выходил заряд был 6870 вот так что друзья батарейка высаживается но данки быстро хочу сказать но видать она уже полежавшие вот надо заказывать новую но они довольно таки не дешевые скажу так батарейки у заказать можно заказать в принципе вот но пока что чуть позже сейчас заказал крышку для двух рост крышку с дополнительным можно было заряжать ее от пауэрбанка вот так что пока так позаряжать ну а потом закажу себе еще одну батарейку на всякий случай должна быть сейчас кстати трактор справа был интересно как звук будет в конце на видео приглушенный нормально посмотрим новая поликлиника друзья корпус пристройках основной основная поликлиника это вон та часть была сейчас пристроили новую тут медицинская помощь скоро не отложка внутри я кстати уже снимал показывал кому интересно ссылочка на обзор будет вот тут наверху можете посмотреть кому интересно вообще поликлиника целом ну так вот мне не может спросить здравствуйте а как вам новый корпус поликлиник как вы считаете вообще красиво все удобно сделано для людей или какие-то недочеты есть вы знаете мне кажется даже лучше работать стали новые специалисты а и взяли на работу новых специалистов да и как-то с душой мне кажется ну больше нравится чем был до этого в той старой поликлинике нет ну там старые врачи были им тоже а глава езерская да за поликлинике стала вот этой но езерская же светлана светлана яковлевна не знаю вроде на у нас не на просто я знаю но приходил еще мама и наблюдал вот и светлана большое большое огромное спасибо от нас хорошо спасибо вам большое то есть вы довольны в целом ну хорошо главное чтобы жителям нравилось очень обидно что светлана яковлевна конечно вообще старые вот ватаевы хочу отметить ну да 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 кардиолог еще была какая-то я забыл так звать ну да не потом этот эндокринолог старый специалист да 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 это очень у нас есть тоже ну дай бог новых наберут я думаю тоже будут обучаться спасибо вам большое с наступающими с праздником добра вам любви и здоровья самое главное вот так вот ну опять же да старые специалисты ну кого что не устакал от зарплата кого-то еще какие-то условия труда но в основном конечно люди увольняются за того что зарплаты не устраивает вот но насколько я помню слонякому то в принципе вот такая поликлиника была хорошим специалистом в целом ну люди ищут новые должности ходят тут как бы каждый конечно выбирает сам но поликлиника до поликлиника здесь поменялось но я думаю что и зарплата должна вырасти сотрудникам то по сути вот не знаю я кстати брал интервью у людей как качество звука будет но я немножко подправлю его конечно же при монтаже но вроде как должно быть неплохо вот друзья служебный вход тут внимание ведется видеонаблюдение да ну красиво кстати красиво сделали таком интересном стиле прям все минималистично так и симпатично всем привет друзья гуляем снегопад тестируем камеру всем огромный привет привет всем старым подписчикам всем новым софии тебе огромный привет дэнчик привет алекс тебе тоже привет сейчас посмотрим как она тут облицовку сделали я когда приходил последний раз облицовки не было а здесь сделали сделали но сделали под кирпич в принципе довольно симпатично смотрится в целом неплохо целом неплохо здравствуйте а как вам вообще новый поликлиник как вы считаете к лучшему удобнее для людей тут вообще не были не были еще а вы со старого до понял извините тогда на свидание вот поэтому тут опять же надо заходить смотреть это старый корпус новый с той стороны вход ну сейчас зайду немножко покажу тем кто не видел друзья но многие уже видели я так-то уже снимал в принципе тут разрешение разрешение оба это интересно интересный кадр здравствуйте меня михаил зовут а с чего бы я должен показывать разрешение на съемку это свободное место тут можно ходить и можно снимать молодой человек так что пожалуйста не несите чушь не несите чушь какое разрешение на что на профессиональную съемку я снимаю для себя в свободном месте это не режимный объект этот поликлиник подошел кадр пытается качать ну как бы человек просто законов не знает судя по всему в общем вот так вот выглядит поликлиника друзья выглядит довольно таки интересно и красиво законы поучи сначала прежде чем все что-то говорить можно снимать и не здравствуйте добра вам здоровья до свидания конечно да спасибо не 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 телевидению приходит большой аппаратурой и со светом просто ну ты законы просто поучи внимательно там все написано ну честно друзья вот удивляет безграмотность охранников я бы прежде чем устраиваться на работу охранником изучил вообще закон насчет того что можно снимать нельзя кому можно кому нет друзья мы живем свободной стране поэтому снимать можно с обычных камер ну с непрофессиональных ну просто безграмотность удивляет очень ну и хотя бы инструктор какой-то проводили бы сотрудниками чтобы они не выглядели дураками и посмешищем такие шары тут повесили друзья прикольно кстати выглядит типа елка украсили деревья тоже даунки симпатично они конечно не светятся так просто тут у нас находится молодежный центр друзья вот такой вот молодежь разные кружки для детей культурно-молодежный досугый центр ну друзья кому интересно администрации города риотор графика работы симпатичен так выглядит тоже для людей старается строить для людей а сейчас пойду на ту сторону там пройдусь площадь побед друзья батарейка 28 процентов уже но сколько я уже ну пределах часа хожу батарейка 28 процентов ну еще пока что держится пока что держится вот эти кстати старые казармы еще мазуринские из толстого красного кирпича сейчас здесь у нас это полицейские располагаются но эти здания довольно таки древние что хочу вам сказать в рио то они одни из самых старых еще со времен мазуринских мазуринской хлопкопредельной фабрики про эту фабрику у меня кстати тоже есть видео на канале кому интересно можете посмотреть называется она история моего города риотов кому интересно можете посмотреть почитать ознакомиться здесь видимо были окна а окна окна заделали изначально тут были окна и дверь скорее всего вот как можно видеть да но их заделали кирпичом и и вот там тоже были окна наверху сразу видно древний кирпич такой старый вот он поближе покажу а это уже новый кирпич это старый кирпич вот клали тогда друзья смотрите на века кладка такая прям серьезно тут я кстати друзья раньше работал в компании старк обслуживание принтеров смазка принтеров обслуживание принтеров копировальный аппарат и очень все что связано с копировальной техникой от работы я тут где-то ну недолго в пределах года сейчас здесь находится риутская автошкола вот тут мужичок такой у нас был старенький виктор николаевич по моему звали ему уже тогда было под 70 пожилой был секретарш у нее и трое ребят я еще двое ну мы ходили как бы обслуживали технику ну получал тогда немного конечно чё там зато больше по большей части я сидел тут за старым компьютером pentium играл в команду с 3 как сейчас помню ну ко мне приходили бабушки дедушки м копировал копировали аппараты копировал короче документы по большей части фирма старк еще елочку друзья наряжают точнее строят только каркас покажут но со временем построить будет красиво горсовета у нас горсовет процессе елку строят хихи то здание горсовета но сейчас уже ближе к дому направляю сейчас еще сниму там одно место интересное для меня одно из знаковых так скажем да и все батарейка уже 19 процентов ну почти час друзья почти час час видео почти сам с учетом того что я урежу туда-сюда но друзья дворец бракосочетание раньше это был кинотеатр чайка помню 80-х годах тут фильмы показывали еще звездные войны там юра хой сюда приезжал на концерт сектор газа я помню но это давно было правда 80-е года где-то у меня кстати есть фотка я ее обязательно вставлю видео но на этом я буду друзья закругляться желаю всем счастья любви хорошего настроения самое главное крепкого здоровья всем спасибо за просмотр с вами был михаил всем пока пока а